Всем привет! Слушайте, ну что я вам скажу? Отчитываюсь по затмению. Я от него устала. И я подумала, сегодня же полнолуние еще, не только затмение. И дай-ка я себе сделаю что-нибудь самое прекрасное и самое волшебное на полнолуние. И, соответственно, сейчас я вам покажу свой лайфхак. Это я придумала. Для ленивых свечеваров. То есть вообще варить свечи – это очень круто. Море информации в интернете про то, как варить свечи. Поэтому это все вы можете посмотреть. Но я человек ленивый. И периодически мне нужно много свечей варить, потому что свечи – это крутейшая магия. И я долго думала, как бы, блин, так придумать, чтобы не резать, не переливать, но при этом, чтобы свеча была круто-магической. И рассказываю про свой лайфхак. Смотрите. Вот это обычная свеча в стеклянном стаканчике. И в какой-то момент я подумала, а почему бы ее не расплавить? И в тот момент, когда ты ее расплавил, ты ее заговариваешь, загружаешь в нее все, что тебе надо. А потом достаешь ее из водяной бани и получается сваренная тобою свеча, но уже магическая, с твоими эманациями и всякое прочее. Сейчас я вам эту красоту продемонстрирую. Смотрим. Итак, дорогие мои, ковшичек, в который я налила холодную водичку и поставила в него вот эту самую нашу прекрасную свечу. Вы видите, я включила обогрев. Нам понадобится для мешания, ну вот у меня такая специальная палочка, это новая палочка, потому что моя старая сломалость, о которой я всегда варю, она у меня расписана целой кучей всяких разных волшебных магических символов. Рунических, то есть вы тоже все можете приготовить, потому что на самом деле магия начинается вот с каждого элемента. Палочка, которой вы мешаете, должна быть не просто палочка от суши, а это должен быть магический жезл, который заряжен, который у вас запрограммирован и с которым вы будете работать. Так, у меня вот свечка начала, опа, чуть-чуть буянки. Вот сейчас она начнет плавиться и я вам покажу, что я дальше с ней делаю. Пока варится моя свечка, я вам расскажу, что я буду в нее добавлять. Так, ну вот это у меня корица, вот все, что осталось от заряженной корицы. Дальше у меня вот это кориандр и это мощнейшие защитные растения, которые с одной стороны снимают порчу со всего, чего только сможет снять, а с другой стороны дает силу. Вот это зира, я обожаю работать с зирой. Зира дает благополучие колоссальное, она такой, знаете, с энергией султаната связана. Так, вот здесь у меня сбор моих волшебных растений. Здесь у меня розмарин, девесил, зверобой. В общем, здесь целое море у меня смесенное, приятнейший. Дальше в свою прекрасную оранжевую свечу я добавлю еще камушек, вот этот турмалин. Так, вот это у меня тоже турмалин, но черный. Вот это у меня сапфир, бусина сапфира. И вот это у меня черный гагат. И вот это, конечно же, как же без него? Так, видно, черепушка. В общем, здесь у меня целое море защитных всяких предметов на бизнес, на любовь, на красоту, процветание. Ну и, конечно же, на деньги заряженная волшебная монета. И сейчас все это будет в моей прекрасной свече. Так, вот она варится, моя прекрасная свеча. Вы видите, что она уже у меня начала плавиться. Вот мы потихонечку ее, вы видите, двигаем. Она начинает подниматься. Так, и скоро мы ее расплавим. Уже, в принципе, пока она начинает плавать, только подтаивать, вы уже можете начинать на нее читать молитвы. И вы потихонечку начинаете ее закручивать, смотрите, по часовой стрелке. И пока вы ее закручиваете, она тает. Вы читаете молитву, заговоры, все, которые вы хотите. Вы понимаете, что у меня эта свеча и на любовь, и на деньги, и на радость, и на счастье, и на здоровье. На полное благополучие. Но если вы варите вот такую свечу, то есть у нас же там фитиль, очень аккуратненько надо. Да, вот я больше ее вращать не буду, чтобы не поранить фитиль, потому что мы его сохраним. И нам не надо будет приклеивать ничего. Так что, прекрасный лайфхак для лентяев. Ждем, пока растает. Так, ну вот процесс идет. Осталось чуть-чуть. У нее осталось только сердцевина. Сейчас она вся расплавится. Я под нее, видите, подложила оранжевую тряпочку, чтобы она у нас не так гремела. Вы слышали, как она гремела. Уже немножечко. Так, ну что, дорогие мои, вот она. Она расплавилась. Я уже, на самом деле, начитала у нее целую кучу заговоров. Но сейчас еще немножечко вам покажу. Вообще, по-хорошему, первый бы заговор очистительный. От глаза порчи, проклятия, злых духов, нечистые силы. Рябой Божией Светланы. Я, между прочим, туда уже закинул своих волосиков. Дальше. И мы их сейчас тоже сюда добавим. Так, ну тогда еще от глаза порчи, проклятия, злых духов, нечистые силы. Раба Божия Владимира. Отличненько. И сейчас мы можем сюда, причем, смотрите, какая у нас ценность. У нас фитиль, видите, он на месте стоит. Нам не надо его натягивать, париться с фитилем вообще. Так, и сейчас я сюда добавляю корицу на любовь и сладкую жизнь. Опа! Готово. И сейчас я сюда добавляю кориандра на силу и защиту от парчей. И сейчас я сюда добавляю зиры. Вот она. На благую жизнь. И я сюда добавляю смесь моих любимых травок. Вот оно. Травки мы сюда уже все разместили. И теперь сапфирчик на успешный бизнес. И теперь Шерл Тёрный Турмалин на защиту от порчи. И теперь розовый турмалин на любовь, конечно же. Опа! И теперь Терепушку на магическую силу. Опа! И теперь мою прекрасную заряженную монетку. С монеткой аккуратно, вы видите, она крупная. Нам надо, чтобы она не сбила фитиль, поэтому ее надо поставить очень аккуратненько. Так, все, фитиль на месте. Смотрите, какая красота. Так, ну, собственно говоря, наверное, и все. Я все-таки хочу добавить всю остальную травку. И вот у нас главный камень, который сохраняет эгрегор. Опля! Тоже аккуратненько придерживаем все. Фитиль на месте. И всю травку с моего любимого алтаря, на котором я заряжаю свечи. Он у меня такой, видите, маленький специальный. Так, вот оно. Ну, теперь мы все это аккуратненько отодвинем от фитиля, чтобы у нас не было пожаров. На самом деле это легко все держится, потому что парафин плоский. Хотя сказать, и киевские свечи очень рекомендую, потому что они из хорошего парафина. Вот наши делают непонятно из чего. А здесь медицинский парафин, который не выдает нам никакой химии в воздух. Прекрасно горит, не чадит. Сажи нет. Сажи нет, да. Все, дорогие мои, для ленивых свечеваров. Круто я придумала. Пользуйтесь, дарю. В итоге мы получили вот такую красоту. Вы видите. Все внутри. Травка, камушки, все наши волшебные штуки. Ну и сейчас, конечно, еще подзаряжу все это дело. Но красота получилась неописуемая. И силище. Субтитры сделал DimaTorzok